Так, и ещё. Наталья Анатольевна, в договоре у нас нет третейской оговорки. Третейской оговорки нет, в принципе. Но мы в любой момент можем заключить такое третейское соглашение. Понятно. Мы в любой момент можем идти в суд. Я правильно? К Абдурашиту Ерлавичу. Теоретически мы можем идти, да. Если в ходе медиации ни о чём не договоримся. Хорошо. Значит, и то, что Вы предлагаете, допустим, Марат, сегодня, Ксении, я так понимаю, Вы просите её платить 50% от той суммы, которая осталась, для того, чтобы завершить работу? Да. Ну, хорошо. Я буду до конца открыт и честен в этой ситуации. Есть определённые небольшие нарушения с нашей стороны. Мы готовы принять остаток оплаты в виде рекламной площади в многотиражной бесплатной газете и заплатить небольшие убытки в размере 10 тысяч рублей Ксению Владимировне. Запричнённые неудобства. Вот если на этих условиях она согласится, то мы готовы за короткие сроки все работы доделать и инструкцию вернуть. Синя Владимировна. Да, да. Значит, да. Ну, Вы знаете, господа из монтажной организации, наверное, проектную организацию, зачем читать, если не есть, там всё было предусмотрено. Вот это расстояние, оно для того, чтобы карта все были влечены. Во-вторых, это действительно декабрь 13-го года, сейчас 1-го апреля, просрочка составляет 3 месяца. Это очень просто, 45% от контракта. Это считается элементарно. 3 месяца, 90 дней, полпроцента в день, но пеня ужасная. Пеня просто ужасная. Я считаю, что это не партнёрские отношения. Светлана, я придерживаюсь всё-таки здравого смысла. Вам нужно результат получить? Мы готовы Вам этот результат обеспечить, только, пожалуйста, не делайте нас виноватым во всём. Мы поэтому предложили вот такое партнёрское соглашение. Так Вы почему так поддержали, там, на 3 месяца? Вы поддержали весь цикл работ? Потому что нам мешали Ваши соседи. Вы поддержали работу. Вы поддержали работу. Я понимаю. Ваши слава убытки из-за того, что Вы так долго не можете сдать нюансы. Тем более, моя порядочность не порвались рекламировать Вас на странице. Это что, получается, что я буду рекомендовать людям Вашу компанию, которая запарила мне вид ремонт? Нет, ну это деструктивный вариант. Тогда мы будем обращаться в Третьейский суд, да? В Третьейский суд нам нельзя обращаться? В арбитраж. Да, в арбитраж. К Абдрашиту Юрлаевичу. Абдрашит Юрлаевич, у Вас мелким текстом замечу. Нагрузка такая, что Вы нас можете поставить на рассмотрение аж на июнь или даже июль 2014 года. График такой забитый. Вы знаете, у меня июнь и июль занят, я поставлю Вас начало сентября. После отпуска. Понятно. Да, после отпуска.